Начало весны, пожалуй, один из наиболее активных периодов для обращений и жалоб от населения по поводу некачественного оказания коммунальных услуг. В одном здании тающий снег напоминает о необходимости залатать прохудившуюся крышу, в другом холодные помещения остаются свидетельством недоделок управляющей компании при подготовке к отопительному сезону. Проблем, с которыми люди приходят в региональное управление жилищного надзора множество. Нельзя забывать и о том, что далеко не каждый гражданин знает свои права. Вот и приходится кому-то подсказывать, кого-то направлять. Управление жилищного надзора осуществляет свою деятельность согласно 20-й статье ЖК РФ. В первую очередь мы отвечаем за сохранность жилищного фонда. Также в рамках своих полномочий мы рассматриваем обращения по вопросу содержания общедомового имущества, качества предоставления коммунальных услуг, куда входит в том числе и порядок отключения электроснабжения, порядок произведенных начислений за предоставленные коммунальные услуги, также по вопросу некачественного предоставления коммунальных услуг. То есть в принципе спектр вопросов, которые относятся к полномочию жилищного надзора, он заключается вот в рамках 20-й статьи ЖК РФ. Разграничение между деятельностью управления жилищного надзора и муниципалитетом заключается в том, что в квартирных домах, где есть муниципальная собственность, смотрят за надлежащим содержанием, отвечает за надлежащее содержание муниципалитет. В остальных квартирных домах уже управление жилищного надзора. После повальной приватизации квартир в ведении муниципальных управлений жилищно-коммунального хозяйства стало значительно меньше объектов. Куда чаще люди отправляются за решением проблемных вопросов сюда, на Кирово-23 в Черкесске. Какова процедура обращений? Ранее мы работали по 294-му федеральному закону и также рассматривали обращения в рамках данного законодательства. Человек мог к нам прийти, собственник, написать заявление, также он мог к нам направить через электронную почту. Сейчас мы работаем согласно 248-му федеральному закону, в рамках которого заявители при обращении к нам подтверждают, дают согласие на обработку персональных данных. То есть, либо заявитель приходит к нам, оставляет свои паспортные данные, дает согласие на то, что мы можем обрабатывать их, передавать третьим лицам. Также обращения мы принимаем через специальные сайты госуслуги. У нас есть платформа ГИС ЖКХ, где любой собственник жилого помещения, который недоволен содержанием своего общего домового имущества, либо качеством предоставленных коммунальных услуг, может оставить нам заявление. Заявление рассматривается в течение 30 дней согласно предусмотренным требованиям закона. Работа управления жилищного надзора имеет заявительный характер. И если собственники недовольны проведением капитального ремонта, если они не согласны, если они видят где-то некачественные услуги, которые предоставили непосредственно, то есть либо подряд на организацию, у них есть вопросы к проведению работ, то они приходят, у нас пока еще не было обращений, должны прийти и написать заявление по этому вопросу. Мы физически не в состоянии проверять, выезжать по каждому дому. Еще раз я скажу, что наша работа имеет заявительный характер. У нас есть районы, где, например, житель не знает, какие у него права, какие услуги они ему должны предоставлять. Мы пытаемся дать разъяснение, работаем непосредственно с населением. Когда они к нам обращаются, конечно же, у нас самой главной задачей стоит рассмотреть их вопросы согласно действующим нормам законодательства и дать им разъяснение по существу тех вопросов, которые он поставил в себя в обращении. В своих жалобах на некачественное оказание того или иного вида услуг люди нередко путаются в организациях, которые, по их мнению, виноваты в проблеме. Где находится зона ответственности управляющей компании, а за какие сети отвечает ресурсоснабжающая организация. От этого порой зависит и оперативность устранения неисправности. Основным и главным моментом в разрешении данной ситуации является выяснение, кто является собственником. Если вопрос касается инженерных сетей, то есть, грубо говоря, до ввода в дом, то, что относится за пределами дома, это ресурсоснабжающая организация. В любом на квартирном доме есть документы, которых можно увидеть границы, кому что надлежит. Если это относится к общедомовому имуществу инженерной сети, то бремя содержания, если управляющая компания, конечно же, управляющая компания отвечает за надлежащее содержание. Если ТСЖ, соответственно, ТСЖ, либо если непосредственно управление, то уже жители сами решают этот вопрос в том порядке, который их устраивает. Если у жителей есть претензии к обслуживающей домоорганизации, они могут сменить её на другую или выбрать иную форму управления. Однако бывают случаи, когда другие варианты не подходят, а какая-либо управляющая компания отказывается вкладываться в дом, не видя выгоды. Как быть? Если собственники не выбрали один из трёх способов управления, муниципалитет, в силу возникших обязательств, то есть отсутствие управления в доме, что означает? Это не проведение необходимых работ, даже отсутствие договора ВДГО, проверка вентиляционных каналов, что также существенно влияет на не то что благоприятные условия жизни, а даже на безопасные условия жизни собственников жилых помещений. В этом случае только муниципалитет объявляет конкурс и выбирает управляющую компанию для обслуживания этого дома. Но при всём при этом собственники должны помнить о том, что они в любой момент могут выбрать себе любую управляющую компанию, могут сделать себе ТСЖ, могут выйти на непосредственную форму управления. Взаимоотношение собственников жилых помещений с управляющей компанией в чем заключается? Собственники жилых помещений, грубо говоря, дают на договорной основе управляющей организации право обслуживать их общедомовое имущество. Управляющая организация является коммерческой организацией. Мы все прекрасно понимаем, что целью деятельности коммерческой организации является изучение прибыли. То есть управляющая компания работает на те средства, которые предоставляют им собственники жилых помещений. И они от лица собственников обслуживают общедомовое имущество. Поэтому, если ТСЖ, конечно же, собственники сами выбирают порядок проведения работ. И председатель дома является ответственным за содержание этого общедомового имущества. В прошлые годы у жителей ряда населённых пунктов республики, в том числе Черкеска, были нарекания к качеству отопления в сезон холодов. Представители жилнадзора постоянно мониторят все обращения. Перед началом нынешнего осенне-зимнего периода проверили степень готовности инженерных сетей. В этом году мы были в составе комиссии по подготовке к отопительному периоду. Непосредственно нашим руководителям, Русланом Азритовичем, была проведена работа по мониторингу с нашей стороны, со стороны управления жилищного надзора, по факту готовности управляющей компании к отопительному периоду. Мы запросили акты выполненных работ, потому что у нас постановление правительства предусматривает обязанность управляющей компании проводить работы по подготовке. Мы выявили проблемные многоквартирные дома, в которых в силу каких-либо определенных обстоятельств возникают именно моменты с некачественным предоставлением данной коммунальной услуги. Мы выезжали на эти места, пытались отработать каждый объект, каждый адрес так, чтобы жители могли уже без каких-либо претензий к качеству коммунальной услуги вроде бы благоприятно проживать в своих жилых помещениях. Обращения у нас в принципе, те обращения, которые у нас есть, имеют больше человеческий фактор, нежели недоработка со стороны управляющих организаций. Мы на подобное обращение реагируем, выезжаем на место, то есть выясняем причины некачественной подачи коммунальной услуги уже согласно действующим нормам законодательства Российской Федерации, работаем в целях устранения возникших проблем. Существуют ли какие-то стандарты качества предоставляемых услуг или критерий это комфорт? Критерий качества есть. У нас, например, подача горячей воды должна соответствовать нормам, это 60 градусов и выше. Отопление у нас должно также при вводе в дом должно составлять 60 градусов и выше. У нас к нам вот сейчас в зимний период было несколько обращений, где жители жаловались на качество предоставляемой коммунальной услуги по отоплению. Здесь также немаловажным является вопрос донесения до собственников жилых помещений именно порядка нормативов потребления под качество, которые установлены. Законодатель предусматривает замерение, температуры непосредственно самого воздуха в жилых помещениях, но не температуры батареи, которые у них находятся. Идет стандарт 18 градусов и выше, если температура составляет 18, то никаких нарушений нет. Поэтому и в вопросе качества вывоза ТКО мы знаем, что если температура 5 градусов и выше, должны вывозить ежедневно. Если ниже 5 градусов, то один раз в три дня. Еще одно немаловажное направление деятельности управления жилнадзора – давать разъяснение населению по всем спорным начислениям. Почему те или иные цифры появились в квитанции? С 1 декабря повысили цены на предоставляемые коммунальные услуги. Жителям мы объясняем, мы также консультируем собственников жилых помещений, либо потребителей, у которых возникли вопросы. Они могут к нам прийти по адресу управления Кирова 23. В любой момент с 9 до 60 часов мы их консультируем. Также мы должны, наверное, нужно сказать, что вступило в силу 92-е постановление правительства Российской Федерации о начислениях за общедомовое имущество, то есть коммунальные услуги, которые были потреблены на содержание общедомового имущества. Это несет существенные изменения в начислениях. Поэтому жителям хочется обратиться и к собственникам, и жителям, чтобы они были повнимательнее, видели и смотрели за квитанциями. При возникновении вопросов пусть непосредственно обращаются уже к нам в управление жилищного надзора на нашу горячую линию 26-10-18. Есть и другого рода проблема, в которой виноваты сами жители. Самовольная перепланировка увеличения жилплощади за счет общедомового имущества встречаются повсеместно. Кто-нибудь из ваших соседей, к примеру, установивших огромных размеров балкон, согласовывал на общем собрании свои действия. А ведь это должно быть сделано в письменном виде. Если кто-то не одобрил ваши желания, живите с тем, что есть. Однако у нас, как обычно, рассчитывают на авось. По данному вопросу мы работаем по 248-му федеральному закону. В этом законе указано, что сотрудники жилищного надзора не имеют права осматривать жилые помещения. То есть, в принципе, наш сотрудник не может зайти в дом и выявить незаконную перепланировку. В плане произведения работ по изменению инженерных систем внутри квартиры, либо когда человек сносит какую-либо стену у себя в квартире без разрешения муниципалитета, то есть прежде чем проводить какие-либо работы, у собственника должен быть проект. Как он хочет это сделать? Этот проект утверждается муниципалитетом, согласовывается со всеми ресурсниками. И даже перед всеми этими работами необходимо получить согласие всех собственников жилых помещений. То есть должен быть протокол, где собственники говорят, что да, мы согласны. И только при наличии протокола он идет в муниципалитет вместе с проектом для его утверждения. И только после этого житель, собственник имеет право начинать проведение каких-либо работ. То есть у нас порядок здесь четкий, никаких исключений у нас абсолютно нет. Даже в отопительный период есть недобросовестные собственники, которые делают себе автономное отопление. Они даже умудряются делать себе теплые полы, что существенно влияет на качество предоставляемой коммунальной услуги по отношению к другим собственникам. Потому что мощность, предусмотренная на весь дом, одна квартира может забрать себе довольно-таки веселую долю. Поэтому и качество отопления у них отсутствует. Незаконная перепланировка, которую отсуществил собственник, подлежит приведению в первоисходное состояние. Но при всем при этом пойти выявить в рамках жилищного надзора, смотреть жилое помещение, мы не имеем полномочий. И в этом случае, как вы сказали, необходимо вмешательство управляющей компании, чтобы они имеют по закону входить в жилые помещения, составлять акты и направлять эти акты непосредственно к нам в управление жилищного надзора. У нас также газоснабжающая организация работает в этом направлении. Выявляют незаконную перепланировку. Либо даже газовое оборудование, у нас есть также жители, которые переносят самовольно газовое оборудование. Еще раз скажу, что газ является объектом повышенной опасности. Какие-либо работы проводить без сотрудников газоснабжения, это не то чтобы противозаконно. Это несет за собой угрозу жизни и здоровья не только самого собственника, но и всех жителей, которые проживают рядом с ним. Его близких, его соседей. Поэтому каждый из нас должен нести ответственность. Должен прежде чем проводить какую-либо работу, ознакомиться со всем порядком. Если он не знает порядка, 26, 10, 18 номер нашей горячей линии. Позвонить нам, мы уже дадим ему разъяснение по вопросу пользования общедомовым имуществом. Понятно, что решение далеко не всех проблемных вопросов в сфере ЖКХ находится в ведении регионального жилищного надзора. Да и усилий представителей одного этого ведомства, разумеется, не хватит для сглаживания всех острых углов. А потому только общими усилиями, в том числе жителей и управляющих компаний, можно добиться создания условий для комфортного проживания людей.